Здравствуйте, дорогие телезрители! Вновь мы с вами собрались на канале «Радость моя», или можно сказать, что канал нас собрал, появилась такая возможность в наше время, время необыкновенного технического прогресса, и у нас появилась возможность обсуждать самые разные проблемы, в том числе такую тонкую сферу, как сфера чувств. Вот Екатерина спрашивает, у меня большая проблема, я не знаю, что мне делать, я все принимаю близко к сердцу, постоянно от этого страдаю, плачу из-за пустяков, как мне с этим справиться? Видите ли, принимать близко к сердцу какие-то обиды – это неправильно, это ошибка, это грех. Вот если страдаешь от такой излишней чувствительности, то она коренится в нашей греховности. Это значит, ну как бы слишком зациклен на самом себе. Вот думаешь о том, вот почему с тобой так поступили, почему тебе так сказали, почему тебя так посмотрели. Это совершенно бесплодно и разрушительно. Надо стараться к людям относиться активно, доброжелательно, стараться преодолевать искушение, потому что вот так принимать близко к сердцу – это последствия нашей греховности. И может быть зацикленности на себя, и неумение быть великодушной, неумение доброжелательно относиться к людям, неумение прощать их ошибки. Не надо думать, что человек вот что-то сделал нарочно, вот он хотел именно вас там обидеть. Ты просто не подумал. Ничего хорошего, что он не думает, нет, ну не подумал, не подумал, ну и что. Ну, значит, нужно перетерпеть. И старайтесь вот на такие вещи, вот, ну, как-то не вникать в них и пропускать, что пускай они были, и как будто их и не было. А если как-то трудно, взывайте к Господу, и Господь каждому человеку поможет в любую минуту, когда мы к Господу обращаемся. Поэтому не нужно вот все, все близко принимать к сердцу. Конечно, вот какое-то страдание ближних, какие-то их неудачи, или, наоборот, радости. Конечно, это очень хорошо пропустить через свое сердце, но не обращайте внимания на пустяки, не тратите на них время. Отчего так бывает? До воцерковления я была жизнерадостным человеком. Начала воцерковляться, теперь постоянно грущу, что мне все тяжело, что у меня ничего не получается, что я только мешаю всем, и от меня нет пользы. Правильно ли я думаю? Для меня это очень важно. Может, получится в себе разглядеть, что привело меня к такому состоянию. Очень устала от этого. У меня ведь еще детки растут. Как измениться, как обрести радость? Помогите. Спрашивает нас раба Божия Елена. Видите, вот она и мамочка оказывается. Вы знаете, это часто бывает так, что до воцерковления человек был каким-то беззаботным, радостным, не обращал внимания на жизненные проблемы, с которыми он сталкивался, а пришел в церковь и вот как-то изменился. Это очень просто. Вот у старца Паисия Святогорца есть на это замечательный ответ. Он сказал, что для Лукавого, это реальная же сила, для Лукавого наши молитвы, наше покаяние, это пули и острые копья. Вот только вот добавил старец, не думайте, что если вы метаете в тангалашку, он его так называл, уничижительно, пренебрежительно, вот, в тангалашку метаете пули и острые копья, он в ответ вам будет метать мармелад и шоколад. Значит, это значит, вы сделали шаг, который вот этому тангалашке категорически, вот, перпендикулярно, если можно так сказать, категорически. И он вам отвечает, это его ответ, значит, вы его достали. Слава тебе, Господи, что вот ваши молитвы, ваше покаяние, вот, этого самого тангалашку настигло. Но будьте стойкая. Слава Богу, что пришла в церковь, вот теперь держи удар. Лукавый просто так ничего вам не прощает. Но уж удар держать трудно, больно, понимайте, что это борьба. А в борьбе нельзя киснуть, нельзя унывать, нельзя опускать рук. Борьба есть борьба, нельзя расслабляться, нужно стойко переносить какие-то невзгоды. Но при этом помнить, что вы и мать, и у вас детки, и слава Богу, что вы в церкви, вот, как-то внутренне мобилизуетесь. И вы вот постоянно грустите, что у вас якобы ничего не получается. Видите, вот, этот тангалашка бросает человека в крайность. Ну, как может быть, что у вас ничего не получается, что даже яичницу поджарить не можете? Ну, не может же быть, чтобы ничего не получалось. Если есть детки, слава Богу, значит, мамочка, и очень многое получается. Вот не впадайте в крайность, следите за собой. Или что только мешаю всем. Ну, как это мамочка может всем мешать? Вот, будьте больше обращенны к своим деткам, к своим близким, давайте им больше тепла и любви, и это ошибочное чувство пройдет. И тогда вы вот и изменитесь, и обретете радость. Господь с вами. Вот еще один вопрос, который задает раб Божий Павел. Я чувствую постоянную тревогу, беспокойство, беспричинные страхи, и очень мучаюсь от этого. Объедините, пожалуйста, что со мной происходит и что мне делать. Вы знаете, вот такие беспричинные страхи, они могут иметь природу духовную. Просто вот лукавый пугает. И когда он пугает, мало не кажется. Все это серьезно. Это не, как бы, ну, не выдумки и не самообман. Это действительно реально так. Но, может быть, это имеет какую-то и медицинскую природу. Вот разобраться вот по такому краткому письму нельзя. Нельзя, но вот это нужно иметь в виду. Духовное лечится в храме молитвой, покаянием, участием в святых таинствах, исповеди, причастие святых христовых тайн. Ну, а если есть какая-то медицинская причина, ну, может быть, переутомление, может быть, там, нервная система перенапряжена, то следует обратиться к врачу. Ну, я надеюсь, ничего серьезного нет. Может быть, достаточно какой-нибудь там валерьянки попить или каких-то таких вот простых, естественных, успокоительных средств. И тогда ваши тревоги пройдут. Но самое первое, что нужно сделать, это, конечно, надо начать молиться и, не откладывая надолго, пойти в храм Божий, исповедоваться и начать регулярную церковную жизнь. И тогда, вот, несомненно, Господь дарует радость жизни, собственно, ради которой Господь нас и сотворил. Вот еще несколько вопросов. Александр спрашивает нас, можно ли в квартире на видном месте поставить портреты умерших родителей? Можно ли размещать рядом фотографии живых людей и умерших? Да, Александр, конечно, можно. Они могут стоять на видном, на почетном месте. Надо только иметь в виду, что вот иконы должны стоять отдельно, а вот фотографии близких вам людей отдельно. Их не надо смешивать. А так, конечно, вот, чтобы вы могли на них взглянуть и их вспомнить, и помолиться, конечно. Полина у нас спрашивает. Мне 10 лет. Я хочу хорошо учиться, но у меня не получается. Что мне делать? Милая, хорошая Полина, раз ты задаешь себе такой вопрос, это очень хорошо, и я надеюсь, что все у тебя получится. Не унывай, не опускай рук, старайся вот прилежно учиться, и Господь тебе поможет. Дай Бог, чтобы все у тебя было хорошо. Нам очень радостно общаться с вами, но наша передача подходит к концу, и я надеюсь, что мы с вами расстаемся, но на время. Мы ждем ваших письм, присылайте их на сайт Закон Божий. До новых встреч, до свидания, Господь с вами. Субтитры подогнал «Симон»